Наш славный Бог Книга Псалтырь, 96 глава, с 1 по 12 стих Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак — окрест Его, правда и суд — основание престола Его. Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все, служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. РАЗМЫШЛЕНИЕ ЧАСТЬ ПЕРВА ГОСПОДЬ БОГ ЦАРСТВУЕТ КНИГА ПСАЛТЫРЬ 96 ГЛАВА С 1 ПО 6 СТИХ Этот псалом выражает радость по поводу славного Божьего присутствия и Его владычества над всем сущим. Он начинается с утверждения автора. Его царствование Господа причина радоваться и веселиться. Само творение трепещет перед величием Бога и явлением Его присутствия. Он окружен облаком и густым мраком, что в данном случае символизирует Божью тайну. Ничто не может устоять перед Ним. Пред Ним идет огонь, и молнии Его освещают вселенную. Земля дрожит, горы тают, как воск. Все народы увидят славу Господа, ибо небеса возвещают Его праведность. Хотя присутствие Бога потрясает до глубины души и внушает трепет, оно не должно пугать нас, потому что у нас есть доступ к Нему через Иисуса Христа. Мы можем радоваться в присутствии Божьем. Когда вы в последний раз испытывали трепет перед Божьей славой, как выражалась бы ваша радость по поводу того, что Бог владычествует над всем творением? Размышления. Часть 2. Не стыдясь. Книга Псалтер, 96 глава, 7 по 12 стих. В мире есть только два рода людей, поклоняющиеся истинным Богу и идолопоклонники. Автор Псалма утверждает, что тем, кто поклоняется идолам, когда-нибудь предстоит осознать свою ошибку. Они увидят истинного Бога и устыдятся, поняв, что идолы, в пользу которых они сделали выбор, вовсе не боги. Напротив, у тех, кто находится в правильных отношениях с Богом, нет причин стыдиться. Салмопевец вдохновляет Божьих людей ненавидеть зло и вести праведную жизнь, потому что они могут быть уверены, что Божья воля избавит их от нечестивых. Бог Всевышний и достоин нашей хвалы. Нет никаких оснований стыдиться своего поклонения Богу и решения жить по Его стандартам. Как сознание этого влияет на вашу жизнь? Молитва Господь, Ты царствуешь над всем и достоин поклонения и высшей хвалы. Не дай мне утратить трепет перед Твоей славой. Помоги ненавидеть зло и жить праведно в твердой уверенности, что Ты воздашь мне и не оставишь в стыде. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.